александр вы хотели что-то сказать прям ну что-то рвется сказать ночью хочу сказать все техосмотр у нас пройден диагностическая карта печать стоит роспись о машине мы беспокоимся меняем все вовремя поэтому проблем особых у нас не было хотя один пункт один пункт нам конечно сделали замечание вот я других хочу спросить как у вас этим пунктом автомобилисты девушки женщины мужчины есть такой пункт здесь соответствие содержание загрязняющих веществ в отработающих газах так вот нам сказали что по газам мы конечно не проходим слишком много газов у нас но с учетом того бензина который мы заливаем на заправках любой до 90 там 6 99 а уж какие выхлопные газы у камазов тут вот они как газа ну блин как в тумане за ними едешь я не знаю как они проходят в общем нам поставили что все нормально но с другой стороны очень интересно узнать вам такие замечания на техосмотре делают просто мужа удивило что ему сделали замечание там что они проходят по выхлопным газом он обиделся как это у нас хорошая машина они проходят по выхлопным газом но в прошлом году в прошлом году такого не было замечали но мы же просто не обратили внимание да уже просто интересно обиделся он обиделся кстати техосмотр вот в этом я в этот раз другом проходил в прошлом году проходил на одном из того 420 рублей стою в этом году 600 рублей может подорожало может просто это дороже берут смотрите какой жадный мне муж все сейчас я себя пока очень много на себя берете так вот сейчас мы страховую компанию страховую компанию поедем и застрахуемся все вперед вы с нами на себя берешь беру все беру на себя и и и и Стоим по очереди, ждем. Сегодня что-то очередь большая, поэтому приходится немножко постоять. Все, застраховали мы. Машина теперь у нас, она застрахована. Это нужная вещь. Дело нужное. Правда, народу много было сегодня, но ничего страшного. Подождали. Оформили мы страховку без проблем. Все нормально. Хвалится, хвалится. А что хвалится? Страховку несложно оформлять. Заплатил деньги и все. Техосмотр пройти. Техосмотр. Ну, как бы если за машиной нормально следите, то... Оформляемся мы в Реса гарантии. Это не реклама. Да. У нас по 19 число. 19 октября 2000. Ладно, дальше у нас еще куча дел. Сегодня у нас выходной. А если у нас выходной, это день заполнен делами высшей крыши. Так что вы с нами, а мы с вами. Держим связь. Куда мы пойдем? В ноутбуке пойдем посмотрим. Так. Хит-продаж. Вот такой вот ноутбук. По 10500 ноутбуки. Что-то дешевое. 32, 35. Здесь уже, наверное, нельзя. Так. 36900. Lenovo. А здесь уже 160. И даже по 8. С подсветкой красный, зеленый, обычно синий. С красным так эффектно смотрят. Подарки камеры, пожалуйста. Да. Вот, девчонки, смотрите. Снимите свои очки. Покупаете ноутбуки за 60 тысяч практически. Ровно наша камера. С двумя комнатками. Здесь Sony. Хорошая камера. Мы зашли посмотреть. У нас открылся новом магазин. Решили зайти посмотреть, что здесь есть. Ничего такого полезного, но просто ознакомительное. Телевизора. Ну, у нас пока везде есть телевизор. У нас есть в зале, есть на кухне, есть в другой комнате. Ну, короче, у нас везде, кроме туалета, есть. Видишь, экраны? Плоский, а здесь он такой вот. Да, ты здесь. Кстати, дотрагиваешься, и он реагирует. Если вам видно, водичка течет хорошо? Или это не вода, это не облако? Не знаю. А когда ты отрапиваешься, оно здорово. Здорово. Здесь вот большие. По 224 999. Конечно, большие, да? Угу. А что это за... Ну, такая вот фирма. Не знаю. Неизвестная, да? Поэтому она такая дешевая. 17. Вот, да. Самсунг уже по цене. 65 999. Ну, вот это нормальная цена, как бы обычная цена. Так, вот такая вот кофемашина. Дэ Лун. Не знаю, как называется. Так, пылесосы. И вот джигов мне понравился. По акции он. Так он 41 999, а по акции 30. Ну, 31 тысяча. Ага. Ну, здесь обычный пылесос. Утюги. А это весы. Так. Вафельницы. Нет, гриль. Это гриль. А, кстати, гриль можно, наверное, и вафельнице делать. Я перепутала, говорю, вафельница, гриль. Но на гриле нужно, наверное, можно тоже вот такие вот делать. Штучки. Не знаю. У меня не было гриля, поэтому я не знаю. Могу и наврать. Ну, тостер мы, наверное, не будем покупать, да? Что-то мне как-то... Если покупаешь тостер, значит, хлеб ешь. А мы хлеб стараемся не есть. Это наша вредная еда, которую иногда мы себе позволяем. Вы уже знаете, иногда бывает у нас такое. Так, девочки, купила я виноград. Смотрите, как пригодилось. Ха, запотела из холодильника просто. Вот это вот ладья в фикс-прайсе покупали мы. Классная штука. Сюда и яблоки, и груши, и мандарины, и все-все-все можно. У меня виноград. Так, виноград купила. Киш-Миш, производство Молдова. Очень-очень сладкий. Прям очень сладкий. Я люблю такой сладкий виноград, потому что кисло для меня это уже не виноград. И без косточек. Очень вкусный виноград. Немножко его поели, и я решила взять какую-нибудь неприглядную такую веточку и сварить сегодня компот. Мое будет. Вот, поставила я уже на газ воду и решила сварить компот. У меня вот такое приспособление есть. Так. Серединку вытаскиваем, нажимаем и прокручиваем и вытаскиваем. Серединку удалена. Очень удобно. Одно яблочко, одна веточка замечательного винограда, и будет у нас компот. Кстати, кто заготавливает компот из винограда в зиму, девочки, напишите. Я потому что раньше делала очень-очень вкусно. Такой насыщенный, хороший виноградный компот. Я думаю, мне хватит. Я не хочу очень сладкий, потому что виноград и так сладкий. Ничего добавлять туда не хочу. Яблоко, ветка винограда. Прям немножечко с ноготочек лимонной кислоты добавлю. Вот с этот ноготочек, чтобы цвет был такой хороший. И даже не знаю, сахар может быть ложечку, потому что такой сладкий, это просто супер виноград. Покажу, когда уже сварю. У меня уже закипело. Все, пошла я. А сварила я компотик, девочки, из темного кишмиша. Он черный. Ну что, получилось, вот такой компот получился. Но я еще одно яблочко достала. Положила, вы видели, я нарезала. Сейчас попробуем, как на вкус. Да, прям заметен в этом компоте виноград. Попробуешь компот и не ошибешься, поймешь, что точно виноград тут. Я не делала сильно сладкий, потому что сильно сладкий не хочу. И этот компот я делаю уже на ужин, а сладкое на ужин как-то не очень идет. Поэтому он у меня в меру, в меру сладкий, можно сказать, практически не сладкий, а сладость от самого винограда. Вот столько у меня ягод получилось. И еще в кастрюльке остался компот. Очень вкусно. Рекомендую из кишмиша делать компот. Из зеленого, из желтого, из черного есть кишмиш. Даже красный, мелкий красный молдавский кишмиш. Очень вкусный. Его и покушать приятно, и даже компотик сварить. Ну вот и все. Прощаюсь с вами. Ужин показывать не буду, потому что у меня все еще в духовке. Очень вкусное. Запекается. Что-то я так замешивалась и не показала вам ужин. Но вот компот. Можно сказать, на ужин он. Все, пока-пока. С вами была Светлана. До свидания. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...